Единственный музей боевой славы в Якутске под угрозой закрытия из-за отсутствия финансирования. Вот уже год вместо славы и памяти воинов-якультян стало полем битвы между собственниками музея, Министерства культуры и Минфина. Проверка последней выявила, что аренда помещения в здании ДСААФ для музея не входит в расходы бюджета республики. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Несмотря на выпускной класс, Роман Черторских после школы всегда идет в музей боевой славы. Здесь он состоит в военно-историческом клубе при ДСААФ. Вместе с другими ребятами он знакомится с историей воинов-якультян, учится разбирать и собирать оружие, вспоминают военные песни и танцы. Очень интересное времяпрепровождение, получается, внешкольное. Очень интересный, веселый коллектив всегда. То есть там приходишь не как будто ты обязан кому-то приходить туда, а добровольно, потому что тебе нравится. Рассказывают такие темы, которые, может, даже в школе не рассказывают. Кроме подростков и студентов, в музее боевой славы всегда встречаются ветераны и участники боевых действий. От ветеранов Великой Отечественной войны до участников локальных войн. Сохранение единственного музея важно для многих поколений. И его содержание больше не может держаться только на энтузиастах. В настоящее время, в течение 2017 года, у нас отсутствуют какие-либо договорные отношения с Министерством культуры по данному музею. Мы провели за свой счет региональное отделение ремонта отопления, ремонта электропроводки, сигнализации. В общем, положение действительно страшное. Музей создавался как народный музей. Докон и действует как народный музей. Аренда помещений для музея – нецелесообразное использование бюджетных средств. Такое решение было принято в этом году по итогам проверки Минфина. Теперь собственник музея боевой славы, которым является музей имени Емельяна Ярославского, должен вернуть потраченные с 2008 года деньги. А это более трех миллионов рублей. Это не селесонаправленно. Мы по бюджету, по заданию наших учредителей, правительства нашего, Министерства финансов, Министерства культуры и духовного развития до сих пор платили. Мне непонятно, до сих пор беремене ежегодно почти нас проверяют. И ни разу, с 2008 года, не было замечания о том, что мы неправильно платим аренду. Участники конфликта надеются на скорейшее решение вопроса. Ведь впереди зима, нужно платить за свет и тепло, а денег нет. Но самое главное то, что впереди празднование и чествование знаменательных дат. 75-летие авиатрассы Аляска-Сибирь и столетие якутского снайпера Ивана Кульбертинова. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.